Перемещение автобусов по городу контролируется с помощью системы ГЛОНАСС через спутник. А вот поведение водителей, к сожалению, отследить без помощи неравнодушных граждан не получится. Депутат окружной думы Сергей Шарков обратился к руководителям транспортных предприятий с предложением ужесточить контроль за водителями, нарушающими правила дорожного движения. Большую помощь в решении этого важного вопроса могут оказать все ангарчане. Мне было предложено сделать информационное сообщение, создать информационный накопитель видео, аудио обращений от жителей, ввести бальную систему для водителей общественного транспорта нашего города. И на основании этих нарушений, которые неравнодушные граждане будут сообщать руководству транспортных предприятий, они будут аккумулироваться, и определенный набор баллов будет лишать возможностей определенных водителей участвовать в работе общественного транспорта города Ангарска. Директора транспортных предприятий поддержали инициативу депутата. Уже сегодня на всех автобусах есть объявления с указанием номера телефона и адреса электронной почты, куда можно отправлять информацию о нарушении водителей. Факты должны быть подтверждены в фото или видео. Она наоборот дисциплинирует водителя, наоборот заставит, понимая, что сзади идущий автомобиль может снять его проезд на красный свет, подвергнут опасности пассажиров в этом автобусе. Поэтому сегодня, конечно, у меня огромная просьба к жителям нашего города. Те объявления, которые размещены внутри автобуса и внешне, и размещен электронный адрес, пожалуйста, скидывайте, говорите, сообщайте, и мы будем реагировать и наведем идеальный порядок в безопасности общественного транспорта города. Почти у каждого человека всегда с собой мобильный телефон, с помощью которого можно зафиксировать факт нарушения. Теперь и от активности граждан зависит безопасность движения в Ангарске. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Местное время.